Рождение младшенького в семье Масейкиных перебудоражило всех родственников. Вы, говорит, точно назвали ребенка, знаете, так очень корректно и очень мягко, как с сумасшедшими, да, чтобы не обидеть. Что за переполох? Да просто скан свидетельства о рождении выложили в интернет, мол, 2 мая сего года родился у них не кто-нибудь, а Илон Маск Масейкин. Старший сын наш, как раз он называл, мы рассматривали имя Илон, вот, и все вот так он называл Илочка Маск. Но что только не писали в комментариях, а Масейкины лишь пропускают колкости мимушей. Я выхожу на площадку в нашем жилом комплексе, а там Платоны, там Харитоны, то есть Илон как бы не выбивается. Такими необычайными двойными именами называют детей в 2019 году. Денис Александр, Исмаил Леон, Лука Адриэль, Гертруда, Летиция, Варвара Весна, Бьянка Афина и Филиппия. Родители называют так своих детишек, чтобы что? Разнообразить палитру женских имен, да? Традиция брать в качестве имен известной фамилии явление интернациональное. Работать в российском культурном центре в индийском городе Чинай этому солидному господину на роду написано, ведь он Ленин. На Ильича и шутки про мавзолей он не обижается. Родился в семье потомственного коммуниста 22 апреля. Стало быть, Ленин. Но продолжателем семейных традиций стал Сталин, его младший брат, политик. А русский он выучил только за то, что им разговаривают посетители консульства. Я потихонечку-потихонечку, люди общаются каждый день, я дальше учил русский язык. Все равно сейчас коллегам и офицерам, дипломатам мне говорят, ты хорошо разговариваешь русским языком. Волей-неволей начинаешь верить, что имя определяет судьбу человека. Неспроста мы говорим, как корабль назовешь, так он поплывет. Уже до рождения, если у ребенка есть имя, эту энергию, энергетику имени каждый человек ощущает. Мы, взрослые, по себе знаем, что твое имя очень определяет характер, поведение, уверенность или неуверенность в себе. Если расчет был на это, то Рахмон Жураев выбрал своим внукам на редкость влиятельные имена. Какие, угадать нетрудно, достаточно окинуть взглядом стены его дома. Это мой гордостный музей, которого 15 лет существует. А второй гордость у меня, значит, вот мои внуки, Путин Дежахонгирович Джураев, Шайгу Хуршедович Рустамов. Идея несобственная. Как-то попала ему в руки статья о египтянине, что назвал своего сына в честь российского президента. Странная смесь возмущений и гордости охватила Джураева. Почему дальний зарубеж они называли Путином? А я, значит, всегда уважаю, я готов умереть за Россию, за благополучные люди. А почему мне это не назвать Путином? Здесь так заведено. Без старшего не решается ни один маломальски важный вопрос. Имена, спущенные с самого верха по семейной иерархии, оспаривать никто не стал. Если у меня третий внук родится, это обязательно у меня в плане, что я назову его Собьянином. Но есть же люди, которые пробуют изменить судьбу, начав с имени. Люди смешно реагировали, когда идет снова Джон, дальше Вячеславович. Свою жизнь он радикально менял дважды. Учеба не задалась, пошел в армию, вернулся и оказался в немилосердном круге жизни. Работа, дом, сериалы. Ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Переродившись, как и полагается каждому уважающему себя Джону Сноу, он столкнулся с новым отношением к себе. Когда работаешь официантом с бейджем на груди, трудно не привлекать внимания. Два года он прожил Джоном Сноу, пока жизненный путь не привел его к храму. Поступив в семинарию, он сбросил мирское имя, как старую кольчугу. Когда я менял имя, я ставил перед собой определенные цели. Эти цели я достиг. И, соответственно, да, когда я уже начал интересоваться в религии, это были несовместимые вещи. И потихоньку я пришел тоже к сознанию, что нужно все поменять обратно. Теперь Саша Петров после занятий спешит в лавку, увлеченный новым добрым делом. Часть денег с продаж идет на благотворительность. Может быть, чтобы стать героем, не обязательно носить героическое имя. А Илон Маск-Масейкин оказался вовсе не Маском и даже не Илочкой. Помешал его старший брат Валеры. Я, говорит, обижусь, если вы назовете его как-то по-иному. И это было весомым аргументом. Но мы ждали рождения малыша. Он родился, мы посмотрели и назвали его Артемом. А документ? Так это просто был розыгрыш. Да если бы не был. Главное, чтобы малыш рос счастливым, уверены авторы этого сюжета, обладатели простых русских имен. Алексей Квашенкин, Ольга Гудкова, Николай Корольков, Павел Морозов и Сусанна Пручикова. Телекомпонентова.